Знаете, каким он парнем был? Тот, кто тропку звёздную открыл. Пламень был и гром, замер космодром, и сказал негромко он. Он сказал «Поехали!» Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской пронёсся над землёй. Звёздопроходец мира, сын России, к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Мечта о космосе, пожалуй, одна из самых первых, которая родилась у человечества, и люди бережно проносили её сквозь тысячелетия. Загадочный мир звёзд привлекал астрономов и философов Древнего Рима, Древней Греции, эпохи Возрождения и эпохи Великих Географических Открытий. Мечта о полётах к звёздам всегда была с человеком. Небо. К нему поднимаются глаза человека, любого и всякого. Вот закрапал дождь, и прежде чем раскрыть зонтик, человек мельком вглядывается в небо. Вот, задумавшись, следит он, как парят знойный день пушистые кружева облаков. Вот, разглядывает звёздную кисию от Исквея Млечный Путь. Вот, испуганно, разглядывает плотные тучи, которые рассекают острые лезвия молний. Человек и небо, они так далеки друг от друга. Человек и небо, они так близки. Ведь небо, если поразмыслить, начинается прямо у наших ног. Вот этот воздух сразу над травой. Вот это пространство над асфальтом. Вот эта пустота над кустом – это всё небо. Точно такое же, как там, на высоте. Мы трогаем небо каждый час. Размахиваем в нём руками, торопясь на работу. Дышим мы нашим небом. Но редко думаем об этом. И только немногие думают о небе всегда. Не так-то просто это – думать о небе. Ещё труднее мечтать. Но есть люди, думающие о небе, мечтающие о нём. Их не узнать, встретив на улице. Нет, не узнать. Они, как и мы, мельком взглядывают вверх, прежде чем раскрыть зонтик. Сматриваются в звёзды, пугаются, глядя на молнии. И задумчиво разгадывают пушистые облака. Они такие же, как все. И не такие. Будущий космонавт Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Жадского района Смоленской области. В простой крестьянской семье. Отец Гагарина, сын крестьянина-бедняка, имел двухклассное образование церковно-приходской школы. Но был человеком любознательным, слыл мастером на все руки, хорошим плотником, и его хозяйство относилось к числу крепких. Мать в колхозе работала дояркой. Родители привыкли к тяжёлому труду и с детства приучали детей. У него было два брата и сестра. Детство было нелёгким. Он носил рубахи с чужого плеча, ел мороженую картошку, писал вместо тетради на обёрточной бумаге и играл с друзьями в войну, не подозревая, что она совсем близко. В сентябре 1941 года Юра Гагарин пошёл в первый класс, но война прервала учёбу. В 15 лет Юрий Гагарин поступает в ремесленное училище на литейное отделение в городе Люберце. После окончания училища Юрий поступает в Саратовский индустриальный техникум по специальности формовщик, никак не связанный с полётом в космос. В техникуме Юрий Гагарин серьёз увлёкся физикой и стал посещать физический кружок. Одна из тем его доклада – ракетные двигатели и межпланетные путешествия. Тогда в Саратове Гагарин и не подозревал о том, что через несколько лет совершится его исторический полёт в космос. В Саратовский техникум Юрий Гагарин окончил с отличием. С 1954 года он стал заниматься в аэроклубе, где свой первый самостоятельный полёт совершил на учебном самолёте ПО-2. В народе его называют «кукурузником». После окончания Саратовского техникума и учёбы в аэроклубе Юрий Гагарин продолжил учёбу в Оренбургском авиационном училище имени Ворошилова. Годы учёбы Гагарина в этом училище совпали с первыми советскими успехами в завоевании космоса. После окончания училища Юрию Гагарину предлагают остаться в Оренбурге в качестве лётчика-инструктора, но молодой лейтенант Гагарин решил ехать туда, где всегда труднее – на север. Север сразу просеивает людей, сортирует, распределяет по характерам, склонностям, качествам. Он хотел стать настоящим лётчиком, пройти через трудности, научиться летать в сложивших все сложных погодных условиях. Условия на севере были трудными – темнота полярных ночей, туман во время полярного дня. Так началась настоящая лётная служба в Заполярье. На втором году службы Юрий Гагарин стал отличным лётчиком. Уверенно летал в заполярном небе в сложных метеоусловиях. Он быстро понимал и осваивал самые трудные элементы воздушного боя. Гагарин гордился тем, что служил в Заполярье. «Горжусь! Часть своего пути прошёл на Кольской земле», писал Юрий Гагарин о своей службе на Северном флоте. Жизнь первого в мире космонавта была тесно связана с Заполярьем. Здесь он получил звание старшего лейтенанта и квалификацию военный лётчик первого класса, позволивший ему пройти стряжайший отбор в отряд космонавтов. На Кольской земле в 1959 году родилась его дочь Елена. В январе 1959 года стартовала первая лунная ракета. Потом произошёл второй полёт к Луне, когда автоматическая станция сфотографировала Луну и передала её изображение на Землю. Люди были потрясены, значит, человек может полететь. После этого сообщения Юрий Гагарин подаёт рапорт с просьбой зачислить его в группу подготовки кандидатов к космонавтам. Но полететь в космос решился не один Юрий Гагарин. Заявлений было много. В процессе первого отбора были рассмотрены документы около 3,5 тысяч лётчиков истребительной авиации в возрасте до 35 лет. Среди них было и заявление Гагарина. Для беседы было отобрано 347 человек. После дальнейших медицинских обследований осталось 20 человек. Именно они были включены в состав Центра подготовки космонавтов. Официальной датой создания отряда космонавтов принято считать 7 марта 1960 года. В группу вошло 6 человек, и каждый был достоин стать первым. В группе царил дух товарищеской взаимопомощи. Если что-то не ладилось, у одного все спешили помочь ему и советом, и делом. Соревнуясь между собой, кандидаты в космонавты видели друг в друге не конкурентов, а единомышленников, стремящихся к одной цели. Главный конструктором космического корабля был Сергей Павлович Королев. По решению Государственной комиссии, первым кандидатом космического корабля «Восток» для первого в истории человечества полета в космос назначен летчик, старший лейтенант Юрий Гагарин. Дублером Гагарина стал космонавт номер 2 Герман Титов. Королев безмерно гордился подвигом Гагарина и радовался его успеху куда больше, чем собственному. Удивленный ликованием обычно сдержанного и немногословного Королева, один из его друзей и соратников спросил как-то раз. «Сергей Павлович, неужели ты считаешь, что другие космонавты справились бы с заданием хуже, чем Гагарин?» «Ничуть», – горячо откликнулся Королев. Придет время, и каждый из них превзойдет Гагарина. Но никто после полета так не улыбнется человечеству и Вселенной, как Юра. А это очень важно, куда важнее, чем мы можем себе представить. 106 минут вне Земли. Долгие годы считалось, что полет Гагарина длился 108 минут, но согласно рассекреченным недавно документам, его продолжительность составила 106 минут. 12 апреля 1961 года был назначен старт корабля «Восток». События тех часов, минут, секунд запечатлены в различных хрониках. Те, кто были свидетелями этого события, никогда не забудут тот восторг и чувство гордости за нашу страну. Предстартовая речь Гагарина обошла весь мир. Она звучала на всех радиоволнах планеты. Дорогие соотечественники, люди всех стран и континентов, «Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Это большая ответственность перед человечеством. И тем не менее я решаюсь на этот полет». Гагарин подняли на лифте, усадили в кресло. Бесшубно захлопнулся люк. Убрали железные фермы и наступила тишина. Гагарин доложил. «Земля. Я космонавт. Проверку связи закончил. К старту готов». Королев начал отсчитывать время. «Пять, четыре, три, два, один, подъем». Гагарин ответил фразой, которая вошла в историю. «Поехали». Гул мощных двигателей. Представьте себе, 20 миллионов добрых коней в одной упряжке. 20 миллионов лошадиных сил. Такова была неслыханная сила двигателей, поднявших космический корабль на высоту около 300 километров. Космического телевидения в те времена еще не было. Руководители полета слышали Гагарина, но не видели его. За время нахождения Юрия Гагарина в космосе было записано 40 километров магнитной пленки. Катушки отпечатали и под грифом «Совершенно секретно». «Передали ему вечное хранение». Выполнив один оборот вокруг Земли на 106-й минуте корабль завершил плановый полет. Все ближе и ближе Земля. 7 тысяч метров. Внизу плеснула Волга. Гагарин катапультировался и стал спускаться с парашютом. Он вернулся из космоса в те самые места, где впервые в жизни летал на самолете. Всего 6 лет прошло с тех пор, но сегодня он летал в 200 раз быстрее и в 200 раз выше, чем тогда в аэроклубе. Гагарин приземлился на спаханное поле и первым, кто его встретил, была жена лесника, шестилетней внучкой Риты. «Мы уже ли из космоса?» – не совсем уверенно спросила женщина. «Представьте себе да», – ответил Гагарин. 106 минут прошло от старта до финиша первого космического полета. За это время советский летчик Юрий Гагарин стал самым знаменитым человеком на Земле. Когда на Землю он вернулся, закончив звездные дела, так Белозубо улыбнулся. Улыбка так была тепла, в ней только доброта и сила. Ни капли превосходства нет, как будто роща излучила березовый озерный свет. Первый полет в космос был коротким по сегодняшним меркам, но стал большим шагом человечества в будущее. Гагарин первым увидел Землю из космоса, рассказал нам, какой маленькой она кажется из космоса, и что мы, люди, должны ее беречь и ценить. Главный ее итог – в космосе жить и работать можно. В первом же интервью после приземления Гагарин абсолютно серьезно говорил «Я хочу посвятить свою жизнь, свою работу, свои мысли и чувства новой науки, занимающейся завоеванием космического пространства. Мне хочется побывать на Венере, увидеть Марс». Он не хотел останавливаться на достигнутом, готовился к новым полетам. 17 февраля 1968 года Гагарин с отличием окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. В марте 1968 года Юрий Гагарин приступил к полетам на учебно-тренировочных истребителях. «Нет, у меня сильнее влечение, чем желание летать. Летчик должен летать, всегда летать», – писал он в дневнике. После своего исторического полета Юрий Гагарин встал на расхват. Его хотели видеть все страны и все народы, короли и президенты, люди военных и штатских профессий, самые прославленные и самые безвестные. И Гагарин охотно встречался со всеми желающими. После возвращения Гагарина из космоса наша страна ликовала. Говорят, ни разу после Дня Победы 1945 года Москва не видела такого светлого порыва, объединившего всех людей. Ему аплодировал весь мир. Но сам герой никогда не хвастался своими заслугами и оставался добрым, отзывчивым человеком. По возвращению на Землю Юрий Гагарин был награжден медалью «Золотая звезда Героя Советского Союза» орденом Ленина. А также ему была присуждена «Золотая авиационная медаль» и «Медаль Анри де Лаво Международной Авиационной Федерации» и другие международные награды. Прошло 4 месяца. Гагарин провожал в космический полет Германа Титова. Тот совершил уже 17 витков вокруг Земли. Когда Герман Титов вернулся из своего полета, он сказал Гагарину «А ты знаешь, звезды в космосе не мерцают». Гагарин чуть притуманился. «Не успел заметить», — ответил со вздохом. «Всегда один виток, всего один виток сделал». «В другой раз приглядись». «Да уж будь спокоен». Но не было этого другого раза. А Гагарин сам стал звездочкой в золотом шатре небес. 27 марта 1968 года во время одного из тренировочных полетов на реактивном самолете МиГ-15 оборвалась жизнь первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Ему было всего 34 года. Он положил передо мной тетрадь, не тетрадь, блокнот, не блокнот, книжицу в сером переплете. Я раскрыл ее и увидел несколько неровных строчек, написанных шатким почерком. Вошел в тень земли. Сердце во мне забилось. Это был бортовой журнал Юрия Гагарина. Генерал-полковник показал мне обгорелые бумажные деньги. Десятки, пятерки, трешки. Их нашли после катастрофы вместе с именными талонами на обед в куртке Гагарина, повисшие на соку дерево. До того, как обнаружили этот талон, терпилась сумасшедшая надежда, что Гагарин катапультировался. Прощаясь с Гагарином, мы провожали в последний путь не только герои. Человека, действия бесстрашного, исполнителя чужого замысла, но и, как некогда сказали о Пушкине, умнейшего мужа России. Сегодня имя Юрия Гагарина стоит в истории цивилизации в ряду первооткрывателей. С Гагарина начался бесконечный путь во Вселенную. Как бы ни назвали 21 век, он, несомненно, станет веком космическим. Земляне будут продолжать освоение Вселенной, начатое 12 апреля 1961 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok